Звезда Когда оно появилось, москвичи с восторгом и удивлением смотрели на это великолепие, на эту громаду, которая высвелась над городом. Этот дом называли домом с тысячей окон. Окошек в нем действительно много. В этом здании располагалось все. Это был целый университетский город под одной крышей. Учебная аудитория, общежитие, дом культуры. Это был 1953 год. Страна только что избавилась от тирана. Это было время самых светлых, самых чистых надежд. Время молодости и весны. И вот над Москвой вознеслось это огромное, в 235 метров здание. 36 этажей. Это здание обходило в систему высотных домов, которые украсили Москву в те годы. Но только ему выпала честь возвышаться над городом на Ленинских горах. Сколько поколений ученых, преподавателей, журналистов были воспитаны в этом удивительном доме. Он сейчас полон молодыми голосами. Все так же по утрам сюда приходят студенты. Но в их повадках уже больше деловитости. Они, наверное, более серьезны, нежели те, кто приходил сюда в начале 50-х годов. Изменилось время, изменилась молодежь. Меняется Москва, и это особо заметно с этого огромного здания. Между ним, храмом науки, пролегла невидимая дорога другому храму, восставшему совсем недавно из небытия. Субтитры создавал DimaTorzok